Привет, друзья! Вы на канале Digital Shaman. Меня зовут Иван, и сегодня у нас Sony A7S2. Пришел с проблемой батарейного отсека. Отсек такой необходимо заменить. И чтобы это сделать, необходимо сделать очень много манипуляций. И вот она, Sony, и вот он блок. И казалось бы, вот, возьми блок, да поставь туда. Все было так просто, если бы это не было Sony. И для того, чтобы сделать сейчас эту работу, необходимо разобрать практически все. Поехали! Вблизи можно видеть также отклеивающуюся резиночку. Кнопочки вот такие засаленные, загрязненные. И верхние колеса управления. Тоже не в улучшенном состоянии. Здесь мы видим на изгибе уже большой пробег. Это не очень хорошо. Такие шлейфы могут со временем давать сбой. Ну и, конечно, здесь очень много облупленной краски. Чтобы обратить внимание на отсутствие винтов, это может свидетельствовать о скрытии, о раннем скрытии этой камеры. Не очень хорошо, что их нет. Но, однако, бывает так, что просто они выкручиваются. Разбираем. Еще один не очень хороший знак, это то, что в одном и том же участке стоят разные винты. Должны быть оба винта вот такие, но стоит один такой, другой другой. И этот винт из нижней части корпуса. Так что этот объектив точно разбирали, ой, фотоаппарат точно разбирали и что-то в нем производили. Вскрытие покажет, скорее всего, наличие еще отпечатков пальцев и кучу-кучу всего. Вот, друзья, отпечатки пальцев и прочие разводы против после вскрытия, которое было ранее. Что, если его следовало доказать, ну и учитывая, что винты были потеряны, можно сказать, что делал эту работу человек не очень хороший человек. В тапе я делаю запись, потому что вижу, что вот этот шлейф вот здесь будет сложен неправильно. А крайне важно, чтобы он был сложен правильно. Вот точка. Видите, как гармошка сложена? А она должна приклеиваться вот к этой части. Что говорит о том, что собирающий не знал, как правильно собирать эту часть. Это очень плохо, потому что, если я сейчас начну собирать в правильном направлении, есть вероятность, что шлейф может не выдержать этого. Это очень нехорошо. Вот, сейчас аккуратно это все расстыковываем, пока не спешу. Наша задача сейчас отсоединить верхнюю часть. Все. Так. И из-под него вытаскиваем фотоаппарат. Вот эта часть. Я ее раскладываю и убираю в сторону. Ну, а здесь остается аппарат сам. Блин, вот, конечно, плохо, когда ремонтирует кто-то, кто не знает, как это делать. Вот, смотрите, еще момент. Вот какой-то кусочек пластика вывалился. Это результат бывает. Либо падение, и пластик отваливается от куда-то. Либо сборки. Вот кусочек волосины какой-то тоже здесь был. У нас еще и вот такая деталь корпуса. Эта деталь корпуса крепит проставки вот такие, как здесь, на матрице. Вот они блестят. На них еще циферка нарисована. Вот она. Выпала конкретно вот сюда. Вот отсюда. Нет, вот здесь вот такое штуки. Но и только теперь, когда все винты отцепортины, этот блок можно отсюда извлечь. За место него поставим условно новый, потому что это не новый, это в отличном состоянии б.у. После чего необходимо все собрать правильно уже и добавить винты, которых тут нет. И теперь вот этот момент, где у нас согнута вот эта часть. Необходимо отогреть шлейф. Шлейф должен распрямиться. И после того, как он распрямится, я смогу уже сделать какие-то манипуляции. Разогреваю его температурой 100-120. Все, он разогрелся. И можно уложить. Все, он разогрелся. Все, он разогрелся. Ну что, теперь все собрано. Оставляем аккумулятор. Все захлопывается как надо. Закрываем дверьку. Цепляется как надо. Стартуем. Аппарат стартует. Сейчас должна загрузиться менюшка. Вот она. Проходим ее. Вот времени. Выбираем часовой пояс. Все, инициализация прошивки установлена. Проверка датчика. Датчик отрабатывает. В мониторе отображается. Вон она информация. Срабатывает. Теперь по переключателю колесо. Вот здесь. Мы видим, что отрабатывает. Переключаются щелчки. Каждый щелчок соответствует одному движению. Отлично. Кнопка спуск. Отлично. Кнопка спуск срабатывает. Что говорит о том, что шлейф не поврежден. Все остальные функции сейчас проверю. За кадром я проверил все функции. Все работает стабильно и нормально. Можно сейчас заняться чисткой поверхности корпуса. Корпус чищу при помощи вот такой жидкости зеленой от Digital Shaman. Ее вы приобрести можете самостоятельно через Telegram. Продолжение следует... Ну вот и все. Аппарат подготовлен к работе. И в ближайшее время встанет в строй. Ну а с вами был Иван. Канал Digital Shaman. Обязательно ставьте пальцы вверх. Пишите комментарии. И подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока.